Год тому назад близ Севен Дайлса еще стояла маленькая, вся снаружи закопченная лавка, на вывеске которой поблекшими желтыми буквами было написано «Кей Кейв», набивка чучел и антиквариат. Набор вещей, выставленных в ее витрине, поражал своей пестротой. Там были слоновые клыки, разрозненные шахматные фигуры, четки, пистолеты, ящик, наполненный стеклянными глазами, два черепа тигра и один человеческий, изъеденные молью обезьяньи чучела, одно со светильником в лапе, старинная шкатулка, несколько засиженных мухами страусиных яиц, рыболовные принадлежности и, на удивление, грязный пустой аквариум. В то время, к которому относится наш рассказ, среди всех этих предметов лежал и кусок хрусталя, выточенный в форме яйца и прекрасно отшлифованный. На него-то и смотрели двое стоявших перед витриной лавки. Высокий худощавый пастор и смуглый, чернобородый молодой человек восточного типа. Молодой человек что-то говорил, энергично жестикулируя, видимо, убеждал своего спутника купить хрустальное яйцо. Они все еще стояли у витрины, когда мистер Кейв вышел в лавку из задней комнаты, дожевывая на ходу кусок хлеба с маслом, отчего бородка у него так и ходила ходуном. Увидев этих людей и догадавшись, что их заинтересовало, мистер Кейв как-то сразу сник. Он выжидательно смотрел на разговаривающих. Но вот пастор сунул руку в глубину кармана, посмотрел на вынутые оттуда монеты и блеснул зубами в приятной улыбке. Когда они вошли в лавку, физиономия у мистера Кейва вытянулась еще больше. Пастор спросил безо всяких обиняков, сколько стоит хрустальное яйцо. Мистер Кейв бросил тревожный взгляд на дверь в заднюю комнату и ответил «пять фунтов». Обращаясь одновременно к своему спутнику и к мистеру Кейву, пастор запротестовал против такой высокой цены. «Цена пять фунтов», — повторил он, видимо, не желая утруждать себя бесцельным спором. И тут, в щелке над занавеской, которой была задернута стеклянная дверь в комнату при лавке, показалась верхняя половина женского лица. Глаза с любопытством уставились на покупателей. «Цена пять фунтов», — дрогнувшим голосом проговорил мистер Кейв. Смуглый молодой человек пока что молчал, внимательно присматриваясь Кейву. Но теперь и он подал голос. «Хорошо, платите пять фунтов». Пастор посмотрел на своего спутника, не шутит ли он, и, переведя взгляд на мистера Кейва, увидел, что тот побледнел, как полотно. «Это слишком дорого», — сказал пастор и, снова порывшись в кармане, стал пересчитывать наличность. У него оказалось немногим больше 30 шиллингов. Это дало мистеру Кейву возможность собраться с мыслями, и он начал взволнованно объяснять, что, собственно говоря, хрустальное яйцо не продается. Оба покупателя, естественно, удивились. Следовало бы подумать об этом раньше. Зачем же тогда было назначать цену? Мистер Кейв сконфузился, но продолжал твердить, что продать яйцо он не может, так как договорился с другим покупателем. Истолковав эти слова как попытку еще больше набить цену, пастор и его друг сделали вид, будто хотят уйти. Но в эту минуту задняя дверь отварилась, и в лавку вошла хозяйка. «Хрустальное яйцо продается, и пять фунтов — цена вполне недостаточная. Я не понимаю, Кейв, почему ты отказываешь джентльменам?» Между ними началась перепалка. Припертый к стенке, Кейв же не хотел сдаваться, и нес что-то несуразное, путанное об утреннем покупателе хрустального яйца. Волнение дорого ему стоило, но он с необыкновенным упорством продолжал утвердить свое. Конец этому странному спору положил смуглый человек. Он сказал, что они зайдут через два дня, и, следовательно, у того покупателя, на которого ссылается мистер Кейв, будет время воспользоваться такой отсрочкой. «Ну уж тогда твердо», — сказал пастор, — «пять фунтов». На следующий день миссис Кейв обнаружила, что хрустальное яйцо убрано с витрины и припрятано за стойкой подержанных книг по рыболовству. Миссис Кейв переложила его обратно на видное место. Говорить об этом с мужем она не пожелала, так как у нее разыгралась мигрень. После обеда, когда жена по своему обыкновению легла отдохнуть, он опять убрал яйцо с витрины. Мистер Кейв вернулся домой около двух часов и застал в лавке полный разгром. Жена его, злая-призлая, стояла на коленях за прилавком и рылась в материале для набивки чучел. И с места в карьер обвинила мужа, что он спрятал его. «Кого его?» — спросил мистер Кейв. «Хрустальное яйцо!» Выражая всем своим видом крайнее удивление, мистер Кейв бросился к витрине. «Разве его здесь нет?» — воскликнул он. «Боже мой, куда оно делось?» Теперь, чтобы не вводить кого-либо в заблуждение, мы должны признаться, что мистер Кейв просто-напросто лгал. Ему было хорошо известно, где находится хрустальное яйцо. Его хранил у себя мистер Джикоби Уэйс, помощник демонстратора больницы Святой Екатерины на Уэстборн-стрит. Прикрытое куском черного бархата, оно лежало у него дома на буфете возле графина с американским виски. Кейв принес хрустальное яйцо в сумке с морскими собачками и пристал к молодому ученому, чтобы тот спрятал его у себя. Мистер Кейв обещал объяснить свою странную приверженность к этой вещи, а пока что признался, что в хрустале ему открываются видения. В тот же вечер он опять зашел к молодому ученому. Мистер Уэйс выслушал весьма путанный рассказ. Из него следовало, что Кейв купил хрустальное яйцо за одно с другой мелочью на аукционе у одного разорившегося антиквара и, не зная стоимости этой вещи, назначил наугад 10 шиллингов. Яйцо провалялось в витрине лавки несколько месяцев, и он уже подумывал, не снизить ли цену, как вдруг ему открылось нечто странное. Надо иметь в виду, что здоровье у мистера Кейва было плохое, а во время описываемых событий оно совсем расстроилось. Хлопоты по лавке тяготили мистера Кейва. Когда ему становилось невмоготу от тяжелых мыслей, он тихонько, стараясь никого не разбудить, вставал ночью со своего супружеского ложа и бродил по дому. И однажды, в три часа ночи, было это в конце августа, случай привел его в лавку. В одном ее уголке теплился какой-то странный свет. Подойдя поближе, мистер Кейв увидел, что свет исходит от хрустального яйца, которое лежало на краю прилавка у самой витрины. Тонкий лучик, пробившийся с улицы сквозь щель вставни, падал прямо на яйцо и словно наполнял его сиянием. Мистер Кейв подошел к яйцу поближе, вгляделся в самую его глубь, осмотрел его со всех сторон, вдруг загоревшись той любознательностью, которая помогла ему с молодых лет определить свое призвание. Он поразился, увидев, что свет растекается по всему яйцу. Точно это был полый шар, наполненный светящимися парами. Разглядывая яйцо то с правой, то с левой стороны, он случайно заслонил его от луча света, но хрусталь тогда немало не потускнел. Потрясенный этим открытием, мистер Кейв взял яйцо и перенес его подальше от окна, в самой темной угол лавки. Оно продолжало излучать сияние еще минут пять, потом стало медленно тускнеть и, наконец, погасло. Мистер Кейв подставил его под луч света и почти тот час же сияние снова разлилось по нему. Эту часть удивительного рассказа старого антиквара мистер Уэйс мог подтвердить. Свечение в хрустальном яйце с первого дня словно зачаровало мистера Кейва. Он заметил, что с приближением утра, при рассеянном освещении, хрусталь перестает светиться изнутри, какое-то время вообще удавалось наблюдать это свечение только по ночам, в самых темных уголках лавки. Тогда мистер Кейв решил воспользоваться куском старого бархата, служившего фоном для коллекции минералов. Сложив бархат вдвое и накрыв им голову и руки, он улавливал игру света в хрустальном яйце даже днем. И вот однажды, поворачивая яйцо в руках, мистер Кейв увидел нечто новое. В глубине хрусталя словно вспыхнула молния, и ему показалось, будто перед ним открылись на миг бескрайние просторы какой-то неведомой страны. Он повернул яйцо еще раз и снова поймал в тускнеющем хрустале то же видение. Держа хрусталь под углом примерно в 137 градусов к лучу света, в нем можно было ясно и подолгу видеть широкую и чем-то совершенно необычную равнину. В пейзаже этом не было ничего фантастического, он казался вполне реальным, и чем сильнее был свет, тем живее и ярче обозначалась в нем каждая его деталь. Всю эту картину пронизывало движение, подчиняющееся размеренному ритму, и она непрестанно менялась в зависимости от направления луча света и той или иной точки зрения. Внизу под собой мистер Кейв видел длинный ряд зданий, и чем ближе они были к темному краю картины, где преломлялся луч света, тем все более расплывчатыми становились их очертания. Сверкающий на солнце широкий канал окаймляли деревья с необычной по форме и цвету стволами, то темно-зелеными как мох, то серебристо-серыми. Что-то большое и яркое пролетело в вышине, над красноватыми скалами и равниной. Первый раз это зрелище открывалось мистеру Кейву на 2-3 секунды, не больше. Руки у него дрожали, голова тряслась, а неведомая равнина то возникала перед ним, то снова исчезала в тумане. Стоило только ему потерять нужный угол зрения. Второй раз удача пришла только через неделю. Большое длинное здание, крышу которого мистер Кейв видел впервые внизу под собой, теперь вытянулось в перспективе. По крыше он его и узнал. Вдоль фасада этого здания шла терраса, поистине огромных размеров, а посредине нее на равном расстоянии одна от другой выселись массивные, но стройные мачты, к верхушкам которых были прикреплены какие-то маленькие блестящие предметы, отражавшие лучи заходящего солнца. О назначении этих предметов мистер Кейв догадался гораздо позже, когда рассказывал о своих опытах мистеру Уэйсум. Терраса нависла над зарослями роскошных цветущих кустарников, а дальше начинался широкий луг, в траве которого возлежали какие-то странные существа, похожие на огромных, раздавшихся в ширину жуков. Большие птицы тучами величественно парили в воздухе. По ту сторону реки, в чаще деревьев, покрытых мхами или шайниками, выселись дворцы, игравшие на солнце полировкой разноцветного гранита и металлической резьбой. И вдруг перед мистером Кейвом что-то замелькало. Это были словно взмахи крыльев или украшенного драгоценностями веера, и он увидел чье-то лицо, вернее верхнюю часть лица, с огромными глазами. Увидел его так близко от себя, точно их разделял только прозрачный хрусталь. Испуганный и пораженный живостью этих глаз, мистер Кейв поднял голову, заглянул за яйцо и, очнувшись от своих видений, увидел себя все в той же холодной темной ловчонке, пропитавшейся запахом метила, плесени и гнили. И пока он изумленно озирался по сторонам, сияние в хрустале стало меркнуть и вскоре совсем погасло. До тех пор, пока мистер Кейв держал свое открытие в тайне, он любовался этими чудесами украдкой, словно ребенок, одним глазком заглядывая в чужой сад. Но мистер Уэйс обладал на редкость ясным и точным для начинающего ученого умом. Как только хрустальное яйцо появилось у него в доме, ему удалось убедиться собственными глазами, что старик-антиквар говорит правду и что хрусталь действительно светится изнутри, он приступил к систематическому исследованию этого странного явления. Мистер Кейв, не устававший любоваться зрелищем чудесной страны, просиживал у молодого ученого все вечера, с половины девятого до половины одиннадцатого, а иногда забегал и среди дня в отсутствии хозяина. Приходил он и по воскресеньям, и в послеобеденное время. Поместив яйцо в ящик с небольшим отверстием для луча и заменив светло-коричневые шторы на окнах своей комнаты плотными черными занавесками, мистер Уэйс значительно улучшил условия наблюдений, так что вскоре они могли обозревать равнину из конца в конец. Теперь, после этих предварительных сведений, мы дадим краткое описание призрачного мира внутри хрустального яйца. Исследователи всегда придерживались одного и того же метода работы. Мистер Кейв всматривался в хрусталь и рассказывал, что он там видит, а мистер Уэйс, научившийся писать в темноте еще в студенческие годы, конспектировал его рассказы. Когда хрусталь тускнел, яйца снова помещали в ящик и включали электричество. Мистер Уэйс задавал вопросы и делал те или иные поправки по ходу наблюдений. Мистера Кейва больше всего интересовали похожие на птиц-существа, которые всякий раз появлялись в хрустале. Сначала он считал этих птиц чем-то вроде дневных летучих мышей, потом, как ни странно, решил, что это ангелы, головы у них были круглые, поразительно схожие с человеческими. Одно из этих существ когда-то напугало мистера Кейва, встретившись с ним взглядом в хрустале. Их серебристые, лишенные оперения крылья искрылись на свету, как чешуя рыбы, только что вынутой из воды. Как это ни казалось невероятным мистеру Уэйсу, но в конце концов он пришел к мысли, что именно им, крылатым существам, принадлежат величественные дворцы, напоминающие человеческое жилье, и роскошные цветущие сады. Короче говоря, все то, чем ласкало глаз, широкая равнина. Мистер Кейв со своей стороны подметил еще одну особенность этих зданий. Обитатели их влетали и вылетали оттуда не через двери, а окна, большие, круглые, легко открывающиеся. Сядут на свои щупальца, прижмут сложенные крылья к тонкому, как тростинка, туловищу и легко спрыгнут внутрь. В этом роя было множество других, более мелких существ, подобных большим стрекозам, бабочкам и летающим жукам. А на зеленой луговине лениво копошились и бескрылые жуки, слепящие глаз своей яркой окраской, большеголовые мухи огромных размеров, но тоже лишенные крыльев, деловито скакали по дороге и террасам, отталкиваясь от земли при помощи своих щупалец, похожих на человеческие руки. Я уже упоминал о каких-то блестящих предметах на мачтах, которые стояли на террасе дворца у самого края этой картины. Однажды, когда видимость была исключительно хороша, мистер Кейв рассмотрел одну из таких мачт и увидел, что этот блестящий предмет ничем не отличается от его собственного хрустального яйца. Время от времени крылатые существа взлетали на одну из них и, сложив крылья, обхватив ее щупальцами, подолгу, иной раз минут по 15, пристально вглядывались в хрусталь. Ряд наблюдений, проведенных по совету мистера Уэйса, убедил обоих исследователей, что хрустальное яйцо, в которое они смотрят, укреплено на террасе с двадцатью мачтами на верхушке крайней из них, и что в лицо мистеру Кейву заглянул один из обитателей потустороннего мира. Таковы основные факты этой странной истории. Но где же находится тот другой мир? Живой ум мистера Уэйса не замедлил пролить свет и на этот вопрос. После захода солнца небо в хрустале быстро темнело, полночное небо в том мире намного темнее даже нашего зимнего, а солнечный диск несколько меньше. И на небосклоне там сияли две луны. И все это в точности соответствовало тем астрономическим законам, которые должны существовать на Марсе. В самом деле, почему не допустить, что глядя в хрустальное яйцо, мистер Кейв действительно видел планету Марс и ее обитателей? А если так, значит вечерняя звезда, ярко сияющая в небе этого далекого мира, была не что иное, как наша Земля. В другой раз нечто огромное стремительно пронеслось по дороге вдоль канала. Когда это нечто приблизилось к краю картины, мистер Кейв признал в нем сначала гигантское насекомое, а потом сверкающую металлом машину чрезвычайно сложной конструкции. Спустя некоторое время мистер Уэйс вознамерился привлечь внимание марсиан. И в следующий раз, когда глаза одного из них глянули в хрусталь, мистер Кейв громко вскрикнул и отскочил назад. Уэйс сейчас же зажег свет, и оба они стали подавать знаки марсианину. Но все их старания ни к чему не привели. В декабре, готовясь к экзамену, мистер Уэйс был занят больше обычного. Наблюдение над хрустальным яйцом, увы, на неделю пришлось отложить. Неделя прошла, но Кейв не дал о себе знать и на десятый, а может быть и на одиннадцатый день. Мистеру Уэйсу не терпелось снова приступить к наблюдениям, поскольку успешная работа у него кончилась, и он сам отправился к старику-антиквару. Мистер Уэйс постучал в дверь. Ему отворил пасынок старика с черной повязкой на рукаве. По его зову в лавке появилась миссис Кейв в полном вдовьем трауре, хоть и дешевом, но явно рассчитанном на то, чтобы бросаться в глаза, как отметил мысленно мистер Уэйс. Кейва нашли мертвым в лавке рано утром, на другой день после их последней встречи с мистером Уэйсом. Окоченевшие руки старика сжимали хрустальное яйцо. Уэйс был потрясен этим рассказом и горько упрекнул себя за то, что смотрел сквозь пальцы на явно ухудшавшееся здоровье старика. И совершенно онемел от неожиданности, узнав, что хрустальное яйцо уже продано. Когда покойника перенесли наверх, миссис Кейв сразу же вспомнила про чудака-пастера, предлагавшего пять фунтов за хрустальное яйцо, и решила написать ему о своей находке. Но лихорадочные поиски его адреса, в которых принимала участие, и ее дочь ни к чему не привели. Бумажка затерялась, и она прибегла к помощи одного знакомого торговца с Грейт Фортленд Стрит. Он любезно согласился взять часть вещей Кейва по собственной расценке, в их числе было и хрустальное яйцо. Выразив, правда, несколько в торопях, приличные случаи соболезнования вдове, мистер Уэйс поспешил на Грейт Портленд Стрит. Но там он узнал, что хрустальное яйцо уже продано, и что купил его высокий смуглый человек в сером костюме. Допуская мысль, что у нас на Земле где-нибудь есть и другие такие же хрустальные шары, парные тем, что украшают остальные марсианские мачты. Во всяком случае, ссылками на галлюцинации тут ничего не объяснишь. Читал Артем Быков